Энечи переводится как «человек». Так обращались друг к другу предки этих кочевников. Советские этнографы дали народу Энечи их современное имя Энцы. В 30-е годы нашего века новая жизнь пришла на Таймыр вместе с огромными ледоколами. Так началось освоение Арктики. Под мощным натиском цивилизации не устоял даже скованный во льдах Енисей. Лишь в глубине Тухардской тундры остались верные законам бога Нга последние настоящие люди Уней-Унчу – народ, говорящий на одном из редчайших языков мира. В русских летописях 17 века Энцев называли хантайскими или енисейскими самоедами. Жили они на юге полуострова Таймыр, разделяясь на две группы – тундровых и лесных Энцев. Первые имели самоназвание Маду и кочевали летом между Енисеем и Пурой, а зимой чуть южнее – между рекой Малая Хета и озером Пясина. Территория традиционного проживания второй группы находилась в лесной зоне южнее Дудинки. Соседние племена называли их Пебай, то есть лесные баи. Территория традиционного проживания «Малая Хета» Роман Деголевич Силкин – потомок тундровых Энцев. Тот самый он Эй Энчу – настоящий человек. Он говорит на родном языке и еще помнит ремесло предков. Таких здесь на Таймыре осталось не больше 30. Тухардская тундра для семьи Силкиных стала местом их символической прописки лишь в начале прошлого века. Тогда часть Энцев, спасаясь от голода и эпидемии Оспы, перекочевала на север, а часть двинулась на юг, где предки Романа Деголевича встретили новых соседей. Первые тревожные результаты вынужденной миграции Энцев в 1930 году заметили советские этнографы, участники научной экспедиции на Таймыр. Тогда имя было зафиксировано всего 482 Энца. Это в четыре раза меньше, чем значилось в царских документах 18-го столетия. Причиной столь стремительного исчезновения стала любовь – самая незаметная форма ассимиляции. Другими словами, участившиеся браки между Энцами и Ненцами. Прежде всего, изменением подверглась традиционная одежда Энцев, как этот зимний тулуп-сакуй. Зима кончилась, это одевается... С его капюшона исчез меховой рог из оленевого хвоста, по которому испокон веков отличали Энцев. Он символизировал мужскую силу и служил оберегом при крепких морозах, которые в тундре не редкость. Это в пределах 70 градусов можно спокойно спать. Но, к сожалению, ни одного традиционного тулупа у Романа Деголевича не осталось. Весь Энцский гардероб постепенно вытеснила одежда предков его жены Ненки, оборвавшей нить людей Эннечи. Прикоснуться к утерянному прошлому и теперь можно только благодаря случайно уцелевшим фотографиям начала 20 века. Тогда еще в ходу были старинные узоры. Женщины шили одежды, как их учили матери, а мужчины изготавливали нарты и собирали чумы так, как их учили отцы. По законам тундры, где властвует Оненга, настоящий бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова